Добрый день суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Вторая часть, как я и обещал, и еще 7 отличных каверов. Опять же, без расстановки по местам, и опять же, не факт, что эти каверы лучше оригиналов, но они очень хороши. И начнем с Клифф Ричард, Girl, You'll Be A Woman Soon. Конечно, вы скажете, какой Клифф Ричард, Girl, You'll Be A Woman Soon, это же Adjova Kill. Ну, вообще, в оригинале это Нил Даймонд, 67-й год, с альбома Just For You, 10-е место билборда, и Нил Даймонда версия хороша. Версия Нила Даймонда довольно проста в своей аранжировке. И он прекрасный автор, но все-таки по мне исполнитель, сильно уступающий уровню своего именно композиторского мастерства. А версия сингл, это всего лишь сингл, причем это B-side. 68-го года Клиффа Ричарда, вот это, по-новому сказать, именно это, идеальная версия композиции Girl, You'll Be A Woman Soon. Отличный вокал, отличная аранжировка. Вся мелодика сохранена, и я считаю, что настроение композиции, в общем-то, тоже сохранено. Вот настроение композиции немного поменяли как раз Adjo Overkill, и я вот не фанат. Да, я понимаю, что это там основная песня в саундтреке к Криминальному учтиву Хвентина Тарантино. Ну, я не впадаю в восторг от той версии. А вот от версии Клиффа Ричарда я впадаю в восторг. И советую слушать именно ее. На самом деле, можно сказать, что, возможно, не существует идеальная версия этой песни, но эту версию Клиффа Ричарда я рекомендую именно как наиболее сильную. Именно по исполнению. Едем дальше. Deep Purple Hush с дебютного альбома 68-го года The Shadows of Deep Purple. Забавный факт. Эта песня заняла 4-е место в билборде. Это был первый сингл Deep Purple, и он остался, в общем-то, самым популярным синглом Deep Purple в США во все времена. Если бы в Британии он занял всего лишь 58-е место, но в США до такого уровня поднимался еще только один сингл Deep Purple, это Smoke and Water. А это кавер. Между прочим, оригинал исполняет Билли Джо Ройл. Буквально за несколько месяцев до этого, в 67-м году, Билли Джо Ройл выпустил эту песню синглом, а также она вошла в альбом Билли Джо Ройл Future and Hush. Но при этом автор композиции Джо Сауф. Я, на самом деле, сам не так давно узнал, что это исполняет Билли Джо Ройл, потому что, ну, Джо Сауф оказался просто его постоянным автором. Кто такой Билли Джо Ройл, я вообще, в принципе, не знаю. Джо Сауф всегда было указано, как бы, во всех титрах Дипе Пепл, я и думал, что Джо Сауф исполняет. Нет, Билли Джо Ройл. На самом деле, оригинал занял всего лишь 52-ое место Билборда, а композицию Блэкмор услышал, живя в Гамбурге. Ему очень понравилась именно сама вещь. Ну, он сразу сказал, вот это, еще не было у них записей, он сказал своему коллективу, вот здесь нужно делать просто аранжировку в том стиле, в котором мы делаем, ну, в каком стиле они делали, близкому к Рим, да, утяжеленный блюз-рок, сделать в нашем стиле аранжировку с богатыми клавишами Джона Лорда и вперед, это будет наш хит. Он был абсолютно прав. Я считаю до сих пор, что это лучшая версия хаш. После этого огромное количество групп и исполнителей записали кавер-версию на песню хаш, и они, разумеется, скверили уже Дипе Пепл, все же, именно аранжировку Дипе Пепл. Ну, и лучшей версией так и остался, осталась не тленка Дипе Пепл, потому что здесь полностью сохранена мелодика оригинала, добавлено пару фишек, но насколько бедна аранжировка оригинала и насколько богата аранжировка Дипе Пепл. Этой композицией Блэкмор сразу же показал, что из себя представляет Дипе Пепл. И, в принципе, из такого Дипе Пепл и вырос вот тот самый легендарный Дипе Пепл уже, который с Яном Гиллоном. Из такого именно саунда раннего Дипе Пепл. Забавный факт. Ну как, это не факт, просто такая байка. В Советском Союзе некоторые считали, что это каверный Юрай Хип. Забавно. Юрай Хип появились позже. Айра Смит Трэн Кэпи Роллин с альбома Get Your Wings с 1974 года. Это вообще древний джамп-блюз. Тинни Брэдшоу в 1957 году исполнял. А композиция его авторская Тинни Брэдшоу основана на Као Ко Буги. Это песня 1942 года о поющем ковбое. То есть он взял текст, переработал и сделал свою мел... Ну и добавил как бы свою мелодию. Поменял мелодию. А роковый композиция... Ну джамп-блюз это джамп-блюз. Это просто очень примитивный такой танцевальный блюз. А роковую анжировку на самом деле в 1965 году сделали Джефф Бек и группа Ярбердс. Но была такая тема, что когда в 1974 Айра Смит записали эту вещь, она стала настолько узнаваемой именно в звуке Айра Смита, что люди считали, что это авторская вещь Айра Смит. И однажды к Джеффу Беку на концерте подошли и сказали нам очень нравится ваша интерпретация вещей Айра Смит. Вот так вот. Такое тоже бывает. Это тот случай, когда кавер приписывают какой-то группе, которая даже уже сделала не первый кавер на эту вещь. Да, безусловно, эта вещь звучит похожа на Ярбердс, не очень сильно похожа на Тинни Брэдшоу. То есть, все-таки Айра Смит каверили Ярбердс. Да, но она сделана абсолютно в стиле Айра Смит, абсолютно в узнаваемом звуке, узнаваемый вокал Тайлера, и она очень драйвовая. Потому что она стоит из двух частей. Первая часть более среднетемповая, такая, вторая, действительно, мощная драйвовая, скоростная. Плюс на быструю часть еще сделали как бы такой псевдоконцертный, это шум толпы из концерта для Бангладеша Джима Харрисона, извините, Джорджа Харрисона, конечно же, 71-го года. Плюс тут еще есть гостевые участия Стива Хантера и Дика Вагнера, они гитарные соло исполнили, потому что исполнительным продюсером альбома Get Your Wings и Сайра Смита был Бо Пезерин, а Бо Пезерин работал много с кем, в том числе с Алисом Купером и просто из соседних студий позвал двух гитаристов, чтобы они дали чего-то такого свежего, чтобы дали просто рок-н-ролльного угара. Вот из-за ряда вот вам минусовка, давайте с первого раза соло пимпелите, все спасибо. И это добавило тоже вот такого безумного рок-н-ролльного драйва. То есть эта песня очень на самом деле драйвовая, чего не хватало любой предыдущей версии, даже будь та хорошая роковая версия Train Captain Rolling от Yardbirds, это такого безумного драйва. И вот Аэросмит дали действительно рок-н-ролльного безумного драйва. Первая часть у нас уже был Джанни Кэш и это снова Джанни Кэш. Вот он опять с нами. God's gonna cut you down. На самом деле тут я рассмотрю сразу два кавера. У этой композиции есть, на мой взгляд, две версии, которые абсолютно не уступают друг другу и они обе являются каверами, потому что в принципе данная вещь это народная композиция. Это снова традиционал. Впервые эта вещь как госпел была записана в 37-м году, а впервые издана в 47-м году тоже как госпел. И до Джанни Кэша эта композиция являлась госпелом. И вот лучшая версия госпельная это Элвис Пресли. И эта вещь тогда называлась Run On. То есть у нее есть несколько названий. На самом деле эти названия просто из припева. То берут начало припева, то конец припева. И так она эта вещь и называется. Вот Элвиса в 67-м году выпустила на своем госпельном альбоме госпельную версию Run On. И она традиционная. То есть если послушать первую запись 47-го года, а там будет точно такая же в общем-то аранжировка. Ну просто там очень плохо записано, но аранжировка там такая же. Он просто сделал идеальную версию вот оригинальной народной такой госпельной композиции. А Джонни Кэш в 2006-м году ну это на пятой части American Recording с Риком Рубином Hundred Highways это которая уже вышла посмертно. Ну записали это разумеется при жизни Джонни Кэша. Он сделал такую среднетемповую блюзероковую качающую версию. То есть если композиция Элвиса Пресли она восхваляла господа это такой я бы сказал бы что ну run on Элвиса это путь к просветлению. То путь к свету то Джонни Кэш версия Джонни Кэша она сообщает о том что Господь все видит и наказание придет. Но нельзя сказать что здесь не сохранена мелодика. Мелодика версии Кэша сохранена легко узнается другой темп абсолютно другое настроение но мелодика не потеряна и это вот прямо на грани то есть еще немного и можно потерять мелодику оригинала но здесь такого нет мелодика оригинала сохранена просто другой темп абсолютно другое настроение другое восприятие этой вещи поэтому нельзя сказать что какая-то версия лучше какая-то хуже у Элвиса идеальная версия оригинального госпела у Джонни Кэша абсолютно своя свое видение этой песни Гарри Мур не пел не пел то есть Гарри Мур здесь просто играл на гитаре он именно как хардроковая группа выступал он просто гитарист автор аранжировщик хардроковой группы там же оригинал композиции Don't Let Me Be Misunderstood 1964 года он написан тремя сонграйтерами для Нины Симоны она и записала оригинал этой вещи на альбоме 1964 года Broadway Blues Ballads на самом деле многие восхищаются даже оригиналом этой композиции мне оригинал не нравится он абсолютно обычный соуловый то есть это одна из композиций в стиле соул коих Нина Симона записала сотни наиболее известная версия группы The Animals The Animals вообще любители по каверизе все их основные хиты это конечно же каверы то что их основные хиты это наверное это и House of the Rising Sun в 65 году синглом Animals выпустили свою версию Don't Let Me Be Misunderstood поступили так же как они поступили с House of the Rising Sun она заняла третье место в Британии 15 в билборде поступили так же в смысле они в своем вот этом ритм и блюз саунде сделали эту композицию но если в House of the Rising Sun очень крутая аранжировка то тут да конечно аранжировка до 65 была хорошая она сильно отличалась от оригинала мелодия была сохранена у Animals но она ныне по мне звучит очень банально то есть это просто обычное такое британское вторжение 65 год ритм и блюз окей нормально а вот версия Гарри Мура опять же сохраняя мелодию звучит совершенно по другому это мощнейший хардрок такой построенный на блюзроке со взрывными гитарными соло и с таким мощным вокалом Чарли Хана хорошо что здесь поет именно Чарли Хан а не Гарри Мур потому что не было бы настолько вот не была бы такая настолько взрывная подача то есть многие могут вообще не знать эту версию Гарри Мура и я очень рекомендую с ней ознакомиться очень интересное прочтение вообще в принципе изначально эта вещь у Нины Симоне она была как бы о движении за гражданские права Нина Симоне в принципе в этом направлении много работала у Энемутс более широкий спектр скорее про любовь Гарри Мур разумеется в своей подаче тоже про любовь а не про гражданские права но вообще в принципе я думаю что Гарри Мур упор здесь именно на текст не делал Гарри Мур сделал здесь упор на интересность аранжировки то есть это как версия Хендрикса композиции All Along the Watch Tower о которой я говорил в первой части Гарри Мур хотел раскрыть в этой мелодии все то что он нашел а предыдущие исполнители не раскрыли у меня всегда в любой версии этой композиции не хватало драйва вот и Гарри Мура с помощью его хардовой аранжировки драйва достаточно потому что я всегда чувствовал даже в версии Нины Симона потенциал что она может быть пободрее по драйвове а Нина Симона и Энимас я слышал раньше чем версию Гарри Мура и вот Гарри Мур для меня вошел просто идеально вот он почувствовал тот самый драйв который чувствовал я Pet Shop Boys Go West с альбома Very 93 год второе место Британии в США в США песня как-то не зашла а вот в Британии второе место это кавер кавер на американскую композицию Village People с одноименного альбома Go West 79 года оригинал занял 41 место в Билборде и 15 место в Британии в данном случае кавер точно происходит оригинал потому что здесь даже не поменяли стиль это то танцевальная музыка и то танцевальная музыка это как бы диско и диско и Pet Shop Boys по стилю не сильно отличаются от Village People но Village People очень часто страдали реально очень примитивными аранжировками да там вот эти сонграйтеры придумывали классные хитовые композиции но реально просто с очень бедными примитивнейшими дискоаранжировками как-то так песня однодневка Pet Shop Boys же просто раскрутили эту композицию именно в плане качественной дискоаранжировки да композиция все так же осталась танцевальной но аранжировка стала нормальной эта песня перестала быть однодневкой может быть песня не на виха но на годы и в своем стиле она прямо в топе вообще в принципе изначально в этой композиции используются такие намеки на мелодию советского гимна но сам оригинал говорил совсем по тексту сам посыл оригинала от Village People он совсем был о другом то есть призыв песни ехать на запад вот Go West это метафора пути в Сан-Франциско то есть идеальный город свободы гомосексуалистов также это было построено на фразе Go West Young Men это фраза 19 века она была девизом колонизации Западной Америки и вот на этом построили текст который имел отношение к гомосексуализму это понятно для группы Village People это открытая гомосексуальная группа ну и в принципе еще Go West была такая тема что это призыв следовать своим мечтам и индивидуальности окей в понимании же Pet Shop Boys они вот видимо прочувствовали вот эту вот мелодию имеющую отсылки к советскому гимну и эта песня как такая ироничная история о крушении Советского Союза ну и в клипе это можно легко увидеть то есть у Village People был такой мистичковый гомосексуальный диско гимн однодневка у Pet Shop Boys получился настоящий диско гимн именно гимн не по тексту гимн а по всей своей сути и последняя сегодня композиция это Michael Andrew Гэри Джуль Mad World в оригинале это вещь группы Tears for Fears одна из лучших вещей Tears for Fears я как бы 10 из 10 и оригинал 10 из 10 каверу с альбома They Hurts 1983 года третье место Британии первый хит группы Tears for Fears и это динамичная такая синти-поп new wave вещь грустная но динамичная каверже 2001 года это саундтрек фильма Дони Дарка и фильм изначально не то чтобы прямо выстрелил но стал культовым со временем и к 2003 году эта композиция добралась аж до первого места Британии ну потому что фильм стал нарастать популярности и композицию выпустили отдельно синглом Бюджет фильма был маленький и Майкла Эндрюса пригласили делать саундтрек ну вообще опытный саундтрекер скажем так при маленьком бюджете у него не было денег на то чтобы позвать каких-то музыкантов он мультиинструменталист он исполнял все сам и кроме того что он писал музыку ему захотелось какую-нибудь песню и вот по своим ощущениям от фильма он выбрал Mad World и придумал минималистичную аранжировку исходя из того что он опять же все сыграл один единственное что он призвал Гэри Джулия чтобы он спел потому что он Эндрюс кроме того что он он также продюсер он уже работал с Гэри и он решил что позовет его как вокалиста вообще в принципе что тот что другой это в первую очередь инди-попперы они исполняют инди-поп и это вышла инди-поп-баллада абсолютно минималистичная я бы сказал такая близкая к скандинавскому попу к скандинавскому инди-попу и я уже сказал что мне очень нравится оригинал но в целом наверное кавер просто там 10 из 10 и тут 10 из 10 как бы но все таки кавер превосходит потому что текст оставлен тот же но вот эта минималистичность и вот эта вот грустная проникновенная подача раскрыли в этом тексте какие-то просто невероятные грани которых которые Сирс и Фирс раскрыть не смогли когда песня абсолютно подходит к фильму в этой песне есть идеальный клип который там также входит там в различные топы лучших клипов если не в истории то в нулевых точно с огромным количеством просмотров на ютубе я очень мало знаю настолько минималистичных инди-композиций которые так глубоко проникают в самую суть разума сердца души даже если вы не знаете английский вы легко почувствуете настроение а у любого человека в жизни такое подобное настроение когда-либо было а если вы еще знаете английский то в совокупности с текстом невероятный уровень расширения сознания происходит здесь я говорить об идеальной вообще в принципе инди-поп-балладе то это Mad World именно в варианте Эдвиса и Жюля а сама песня она хороша и в оригинале и это тот случай когда абсолютно другая аранжировка абсолютно другой стиль но опять же мелодия сохранена изменен темп да изменен изменена инструментальная палитра изменена но это та же самая песня просто абсолютно другое видение ее и в общем-то идеальная один из лучших каверов которые я слышал в своей жизни и вот вторая подборка из семи композиций семи выдающихся каверов подошла к концу спасибо за просмотр оставайтесь на канале подписывайтесь на наш ВК на всякий случай ссылочка в описании а так будем продолжать пишите ваши любимые каверы я думаю данная рубрика будет выходить еще спасибо за просмотр оставайтесь на канале